Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Автоплюс». Сеть магазинов «Евразия Автоплюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Два уголовных дела в отношении главы Юрьянского городского поселения Андрея Новоселова возбудили следователи Следственного комитета после прокурорской проверки. Квартиру, которую долгое время не могли дождаться малоимущие семьи, он передал в собственность своей знакомой. Ущерб государству составил более четверти миллиона рублей. Все подробности в рубрике «Сводка». По данным областной прокуратуры, в апреле 2014 года глава Юрьянского городского поселения Андрей Новоселов составил договор безвозмездной передачи жилья. Квартира оказалась в собственности у местной жительницы, которая не признана малоимущей. Как выяснилось, это уже второй факт превышения Новоселовым должностных полномочий. Первый случился в октябре 2014 года. С помощью главы Юрьи житель поселка также получил квартиру стоимостью 230 тысяч рублей. Сейчас в отношении Новоселова Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Это превышение должностных полномочий и растрата чужого имущества. Также главе наверняка придется отвечать и за неисполнение решения суда. Расследование продолжается. Два пожара с разницей почти в два часа произошли 16 мая в Кирове. Сначала в два ночи в садовом товариществе «Шинник» вспыхнули две хозпостройки – предбанник и крыша. Причина пожара – во вредной привычке отца владельца садового участка. Мужчина покурил и оставил непотушенный окурок в пластмассовой пепельнице. А в Ленинском районе города в 4 утра загорелся садовый дом, хозяйственная постройка и забор. Внутри постройки никого не было. В итоге огонь полностью уничтожил здание и имущество. Предполагаемая причина – неисправное электрооборудование. Сотрудники первого отдела полиции задержали вероятного похитителя. 18-летний кировчанин подозревается в краже велосипеда. Молодой человек зашел в гости и в подъезде заметил велосипед. Заметил велосипед, постоял у него минуты три и решил совершить преступление. Взял велосипед и поехал на нем домой. Сначала подозреваемый пытался продать велосипед через интернет, но это не получилось. И он сдал его в ломбард за 10 тысяч рублей. Это половина от стоимости велобайка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Сергей Пичугин, место происшествия.